К уже давно ставшему крылатым выражению «саморастает» жители улицы Лазурная в Октябрьском районе относятся с особым пиететом. Раздражающим фактором для людей стал временный снеготвал, который материализовался по соседству в декабре прошлого года. Любопытно, что еще два года назад люди признали его месторасположение нелегитимным. Но текущей зимой снеготвальный сценарий повторился опять. Я сдам вас в участок. Вас там публично выберут, как бродяг, и отправят в Сибирь убирать снег. Весь? Да. Это только в любимой захаровской кинокомедии шутка об уборке всего снега в Сибири кажется анекдотичной. В жизни реальной все выглядит более технологично. Сюда загружается снег. Три горелки. Это блок горелки номер один, пульт дистанционного управления, насосы и агрегат. Здесь через нее подается газ, подается воздух, определенные манометры, которые наблюдаем мы. Снегоплавильная станция в Октябрьском районе, запущенная в 2013 году, в сутки способна превратить в воду до 8 тысяч кубов снега. В этом году мы уже 48 тысяч кубов. И 50, и плюс сейчас по 8, ну 160 для города переплавим. Только в этом году. Снегоплавильная станция – это будущее города. Его настоящие – снегоотвалы, вокруг которых в последние годы сломалось уже немало копий. Стихия начала бить рекорды по количеству выпавших осадков уже в октябре. При норме в 43 миллиметра за месяц в Новосибирске было зафиксировано более 80. Полуторамиллионный мегаполис продолжал засыпать и в ноябре, и декабре. За первые 8 дней декабря действительно осадков выпало достаточно много. 237% декабря. Как результат, 7 декабря в городе был введен режим чрезвычайной ситуации. Что дает нам право использовать дополнительные резервные деньги на привлечение сторонней техники самосвальной. И в эту ночь уже было привлечено дополнительно 81 самосвал. И за эту ночь было вывезено 21 тысяча с небольшим метров кубических снега. Но статус ЧАЭС – это не только дополнительно выделенные бюджеты и задействованная техника. Кроме всего прочего, это еще так называемые дополнительные площадки для временного складирования снега. Одна из них была открыта на Лазурной 6. И днем, и ночью снег сюда свозят самосвалы муниципального предприятия ДЭО-1. Вот я вот живу вот в этом доме, спать не давали, гремел, а вот и кузов все вот это, стучали они. Свалка? Да, свалка. На защиту своей улицы аборигены встают, что называется, грудью. Я остановился возле КамАЗа, жена с пассажирского места фотографировала номера этого КамАЗа. КамАЗ тронулся, поехал и зацепил мою автомобиль и уехал. Евгений Кейбатов не испугался неравного соревнования своего внедорожника с КамАЗом. Я был вынужден перегородить выезд с этого снегоотвала, вызвать ДПС, дождаться наряд милиции, ну и руководство данного ДЭО, чтобы они пояснили, что они делают, что незаконно и так далее, тому подобное. На разговоре в ГИБДД водитель ДЭО-1 Артем Луцук, не моргнув глазом, заявил. Водитель стал меня объезжать и получилось, что он объехал, либо его снесло, либо я просто не заметил, как-то разъехались неудачно и все. Впрочем, ситуация со снегоотвалом на Лазурной примечательна не только этим инцидентом, поскольку так называемая временная площадка в последние годы превратилась фактически в постоянную. По иску прокурора в июле 2014 года городским властям запретили складировать снег по четырем адресам, в том числе и на Лазурной. Но когда прошлой зимой снегоотвал прописался здесь вновь, прокуратура направила в мэрию представление об устранении нарушений земельного, водного и природоохранного законодательства. И хотя эти доводы в мэрии признали обоснованными, этой зимой снегоотвал на Лазурной опять ожил, как птица Феникс. И теперь прокуратура опять будет соотносить, что приоритетнее – федеральные законы и решения суда или режим ЧАЭС, объявленный в декабре. А пока мы ждем прокурорского ответа о жителе Лазурной весточке из администрации президента, в пятницу 13-го здесь было особенно шумно. Здравствуйте, можно поинтересоваться у вас, кто это снег возит? Я вам теперь могу сказать. Но вы ДАУ или кто? Ну, честно, я не уполномочен вообще отвечать на такие вопросы. Ну, мы хотим просто понять, это военная или УВД или городские службы. Это, ну, это с городскими службами, скорее всего, связано. Я как бы не могу вам комментировать. А вот у вас начательный шеврон? Ну, сотрудник. Чего? Я не могу сказать. В общем, как в анекдоте, сведения секретные, ученые могут и не знать. Между тем, по нарукавному шеврону в нашем глубоко законспирированном собеседнике мы идентифицировали сотрудника ГУФСИН. И зная густ номера, теперь будем рассекречивать эту операцию под кодовым названием «Снег». Ведь если верить официальному ответу из мэрии, на Лазурной могут работать только машины ДЭУ и его подрядчиков. Снег.